Валерий Михайлович, доброе утро! Традиционно, мы готовиться начинаем заранее, за неделю, за две, хотя регистрация уже была начата более трех недель назад, но регистрация. То, что касается трасс, то они готовы абсолютно, потому что забеги начнутся в 11 часов, спортивные забеги пройдут на 1500 метров, 2500, 2500 и 5000 метров, а массовый забег состоится в 13.00. Как раз в это время проходит сейчас и перец округа по биатлону, поэтому трассы укатаны, ухожены, прометаются, убираются, то есть трасса в идеальном состоянии, все готово. Ну, смотрите, ведь нужно наверняка предусмотреть то, что прийти заранее в связи с определенными мерами безопасности, правильно? Которые необходимы просто на массовых мероприятиях. Да, в соответствии с введенными новыми мерами безопасности будут предприняты места скопления. Да, нужно учесть, но я думаю, что это будет достаточно быстро, потому что все оборудовано, все готово. Тем более, еще раз повторю, что онлайн регистрация идет достаточно давно, ее можно пройти еще сегодня в Редовом дворце с 14 до 17, и завтра с 11 до 12.30 можно пройти непосредственно от центра зимних видов спорта. Кто уже прошел онлайн регистрацию, нужно только подойти к северной трибуне, с правой стороны традиционно будет стоять барабан, где вы заполняете талончик, бросаете, и с надеждой на то, что будут какие-то призы. А что нужно, чтобы стать участником? Пройти онлайн регистрацию. Не, ну что необходимо, справка от врача. Алиса это имела в виду. Да, может быть, нужно быть спортсменом. Спортизная одежда, это понятно, а спортивная одежда. Ничего не надо, мало того, вы можете принять, даже если вам скучно бежать, вы можете его принять в костюмированном забеге на 60 метров, там в разных костюмах, толкаться, биться, роняться, там с куклами с ростовыми пробежать, поэтому все что угодно. 60 метров, это и мы бы пробежали наверняка. Так, хорошо, а сколько заявок на данный момент уже? На данный момент более тысячи. Это, получается, в прошлого года рекорд побили? Побили, да, в том году было 800, сейчас тысячи. Главное, что погода не подвела, и люди не испугались, но я думаю, что погода к этому мероприятию мало имеет отношения, поэтому надеемся, что завтра установим очередной рекорд, потому что каждый год, и в том числе на нашей жизни России, мы хоть немножко движемся вперед. А кто будет из знаменитых спортсменов? Ну, хотел бы сказать, что сегодня ночью прилетает на товарищеские игры сборная Китая по водному полу. Да, мы рассказывали об этом. И они побегут? И они побегут. И побежит вся авторопольная команда Югра, в том числе и призер Олимпийских Игоряна Тимофеева, и Екатерина Рисунова, в том числе и назначенный на днях новый замедиректор департамента физической культуры и спорта Конуха Софья Евгеньевна, тоже примет участие в забеге. Так, а кто-то... Ведущий вашей программы и наш работник Дмитрий Ярошенко, пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион Евгений Редькин, масса-масса... Все побегут. Побегут все, и правительство, и фотомастерство обруга. Да, мы на 60 метров, может быть, все-таки и тоже выйдем. Так, значит, еще раз давайте напомним, какие забеги завтра состоятся? Кроме забега на 60 метров, ну это развлекательные, конечно же, да? Да, естественно. Ну и это тоже, ведь все-таки развлечение тоже может быть спортивным. Так, какие еще забеги? В 11.00 спортивные забеги. Это спортивные, где на время результаты победители определяются с врученным дипломом, грамотным и так далее, да, по возрастным категориям. И в том числе на 5000 км побежит директор департамента, принадлежит решение пробежать Игорь Васильевич Губкин, да. Это сильно. И в 13.00, в 12.50 торжественное открытие состоится, и в 13.00 массовый забег. На финише ждет сладкий приз шоколадка. Каждому? Каждому. Также будет традиционно гречневая каша, чай, палатка стоит, все уже готово, поэтому ждем вас. Также хотелось бы сказать, что... Что в программе еще будет, Валерий Михайлович? Сейчас на сайте проводится сайт Играя Мегаспорт, проводится викторина Играя по честному с Играя Мегаспорт в рамках фэйрплей, который проводится по всей Российской Федерации, о том, чтобы даже в том числе детям в школах и спортивных школах объяснять, что такое фэйрплей. Что такое честная игра? Поэтому в рамках вот этой викторины будет определён победитель, который получит денежный сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Поэтому... А возраст не ограничен? Поэтому еще есть время принять участие, зарегистрироваться, в том числе и на сайте Играя Мегаспорт, ВКонтакте и в группах, чтобы знать, что происходит в спортивной жизни округа. А впереди еще, как оказывается, столько спортивных мероприятий, но об этом с Валерием Михайловичем мы поговорим в следующий раз. Ну, традиционно же, не забываем о том, что, зная, сколько труда вы прилагаете, поэтому и времени, поэтому коллектив ВКонтакте зарегистрировался заранее, даже на 60 метров. Да ну не стоит, ну что вы. И как сказали бы автобилисты, вам зеркальные номера, как на машине, 585 и 535, наверное, для Алисы. Ёки-палки, Алиса, выбирай, у тебя есть полное право. Поэтому приглашаем, надеемся вас увидеть завтра в 12.50 на торжественном открытии. Ну что, хотел бы увидеть неверное сияние, но, скорее всего, увижу Кросснации. Большое спасибо, Валерий Михайлович, и хорошего дня. Удачи, ждем вас завтра всех.